всех приветствую дорогие друзья на канале тимоха лайф случайных пользователей все кто уже давным давно подписан на мой канал я сегодня вам хочу рассказать об одних полезных настройках но перед этим прошу вас подписаться на мой канал то еще не подписан поставить ему обязательно лайк и рассказать друзьям об этом ролике потому что сегодня я хочу вам показать скрытые настройки на вашем android устройстве от которых очень быстро садится ваша батарейка на телефоне многие почему этки ролики снимаю потому что многие каждый день ежедневно сталкивается с такой проблемой что вроде бы на телефоне ты его зарядил ну в конце дня у тебя практически не хватает заряда и вы вставляете шнур зарядки чтобы зарядить его потому что телефон по сути должен при правильном использовании при правильной зарядке держать где-то двое суток он у вас держит меньше я таких похожих настройках вам много уже рассказывал и снимал роликов рассказывал какие нужно отключить параметры все уже отключает отключает и так по кругу но разработчики очень умные они каждый день что-то выдумывает чтобы с вас получать информации плюс в этом ролике покажу еще одни скрытые настройки которые я нах и нашел на телефоне за его использование каждый день я встаю ищу для вас какой-то ролик интересный снять и нахожу новые лазейки которые действительно разработчик находит наверное они тоже смотрят наши ролики что мы все отключаем и придумают как обойти эти все ограничения у многих разные телефоны но я вас уверяю что у всех настройки эти есть просто внимательно отнеситесь и попробуйте найти буду показывать я это все на телефоне сяоми если у вас другой телефон там samsung honor huawei lg не расстраивайтесь просто попытайтесь найти наверняка у вас тоже это все получится просто более детально разрешите это все так вот эти настройки помогут вам увеличить срок службы эксплуатации телефона в несколько раз уж точно вы мне поверьте значит смотрите рассказываю советы вы все берите листик бумагу и где-то записывайте потом будете в конце уже просто после просмотра это все делать значит смотрите когда мы вот так вот опускаем шторку у нас что здесь появляется у нас здесь появляется вот такой вот шикарнейшее меню и у нас здесь очень очень много функций которые здесь есть и они сразу заработают моментально фоне процессор сразу за не начинает задействоваться и это сильно влияет на разряд вашей батареи так вот если у вас вот здесь вот этих приложений очень много вам все-таки нужно их убрать теми которые мы вы не пользуетесь как видите у меня их действительно очень много и у каждого просто будет по-разному кого-то плюсик у кого-то вот такая вот шестереночка или же вообще сейчас я вам еще покажу что может быть у кого-то может вот такой вот карандашик быть и вы здесь просто-напросто уберите те приложения которым вы не пользуетесь вот примеру me пультом я не пользуюсь модуль nfc пользуюсь сканером пользуюсь от город не пользуюсь трансляция не пользуюсь запись экрана пользуюсь режим чтения местоположения режим полета снимок экрана я могу снимок так сделать и ограничьте вот здесь вот приложение шиза мне не нужен вибрации могу сбоку убрать вибрацию темный режим до пользуюсь авто шизом тоже уберу все и нажимаем готово все у вас тут мы по минимуму теперь осталось приложений которыми вы пользуетесь но я бы рекомендовал оставить только без звука режим полета местоположения потому что она иногда включается и что здесь еще и сканер все остальное можно убрать принципе но я этим пользуюсь то я оставляю так вы сэкономите реально очень много батарея приблизительно процентов 15 а то и 20 это проверено дальше на многих форумах и я вот вычитывал что должно быть вот такие вот два рабочих стола если у вас больше там 34 у кого-то может и пять быть это сильно тоже влияет на то что батарейка садится и чтобы вот не садилась она так быстро до сделайте их меньше то есть просто я бы советовал вот сделать вот такие вот папочки вы вот так вот нажимаете и здесь у вас будет виджеты либо что-то еще это на самсунгах и будет у вас такая штука вот как плюс всегда в предыдущих телефонах чтобы создать папку и у меня просто можно вот так вот друг на друга вставить и меня получается папка галерея музыка то есть практически если я убрать хочу я тоже могу вот так вот запросто это сделать вот так вот раз-два убрал все окей чем меньше у вас будет рабочих столов чем у вас будет меньше батарея садится потому что идет нагрузка на процессор а процессор что делает задействует батарею правильно и то есть садится батарея так что если у вас же много таких вот рабочих столов бить у меня вниз если спустить у меня тоже очень много приложений по удаляйте теме приложение которым вы не пользуетесь я вот каждый день просто видосы снимаю меня этих приложений ну блин чмо я иногда их забываю удалять после того как вам их покажу и либо же они у меня висят фоне очень долго я их стараюсь меньше меньше держать ну а вы пока расскажите об этом ролику своему другу наверняка он не знал а мы продолжаем ставьте лайки кто только залетел на видос и я принципе продолжаю дальше настройки у многих не работают эти почему-то мне писали но я сейчас покажу что нужно сделать чтобы они заработали и где их найти чтобы они все-таки заработали потому что многие из вас мне пишут у меня та настройка не работает у меня та и так дальше чтобы все заработало нужно просто зайти вот в настройки и найти такой пункт который называется google у меня он вшит я просто снимал предыдущий ролики говорил он вшит google вшит уже в систему на новых телефонах если вы берете сейчас телефон если у вас телефону пять лет больше у вас может не быть google вот здесь вшита а так на часто новых телефонах на каждом телефоне google вшит на каждом не рассказывайте что у вас такое нет есть вот эти вот настройки вот здесь если вы не найдете просто скачайте google но эта настройка вшита телефон вы ничего не сделаете так вот нажимаем вот так вот на google и здесь нам нужно в правом верхнем углу нажать три точки нажимаем три точки здесь дальше ищем пункт два пункта и лицензия по с открытым исходным и использование диагностика нас интересует первый пункт использования диагностика и здесь мы вот эту вот настройку отключаем потому что посмотрите помогите сделать устройство android еще лучше разрешите автоматически отправлять google диагностические данные а также сведения об использовании приложений самого устройства это поможет нам улучшить работу системы например снижать расход заряда батареи так вот если у вас это отключил включена функция обязательно ее отключить она не должна здесь быть дальше возвращаемся на пунктик назад на один пунктик назад больше не надо ищем пункт следующие устройства и обмен данными вот здесь где-то он у нас должен быть устройство и обмен данными и здесь в устройство и обмен данными ищем пункт обмен с окружением что это значит то есть вы будете постоянно обмениваться данными с окружениями через такие функции, как Bluetooth, как Wi-Fi и другими способами. И вот здесь отключаем уведомления. Эту настройку я показывал ранее, но думаю, добью ее в этом выпуске, чтобы кто не смотрел ролики, потому что я смотрю, да, на одном ролике набирается там 50 тысяч, на другом 200 тысяч, а на третьем всего-навсего 6 тысяч. То есть, либо вы не активно смотрите ролики, либо какие-то пропускаете, не все смотрите. Так вот, чтобы такого не было, поставьте прямо сейчас лайк. Вы своим лайком сделаете то, что люди, которые заходят на канал, они будут видеть в первых рядах мое видео и будут тоже смотреть. Таким образом, мы сделаем так, чтобы все знали об этих полезных настройках. Вышли мы с этого, обмен с окружением полностью, все повыходили, и эти настройки постоянно включены на вашем телефоне, и все-все-все мониторят. Вот, я бы советовал их, конечно, отключать. Я вот на своем телефоне, на вот этом, вот много настроек на самом деле отключил, очень много, и скажу вам, что телефон действительно очень-очень хорошо начал работать. Нет у него никаких ни глюков, лагов и так дальше. Так, дальше мы продолжаем нашу рубрику полезностей на телефоне. Заходим мы в настройки, опять-таки заходим в пункт Google, мы с него вышли, нужно было не выходить. Google и управление аккаунтом. Вот эта настройка тоже у многих нету. Вот в предыдущей, да, мы там искали реклама, у многих нету. Мы перейдем немножечко глубже. Кто не находил вот эти настройки, те, которые я только что показывал, либо ранее в видео, потому что тоже многие писали, что у нас их нету и так дальше. Заходим в управление аккаунтом Google, здесь у вас будут все-все-все вот эти ваши данные. И мы ищем пункт конфиденциальность, он у вас может быть здесь, либо же снизу. Вот он у меня, к примеру, конфиденциальность и персонализация. И вам тут нужно будет отключить веб-поиск, местоположение, чтобы вас ничего не искало. Вот смотрите, история приложения веб-поиска. Вот здесь вот приостановлено, отключаем. История местоположения приостановлено, отключаем. История YouTube тоже приостановлено. То есть, чтобы не было никаких слежек за вами и, конечно же, чтобы разработчики не получали информацию и потом не отправляли на свои сервера, не задействовалась от этого батарея. Это все поможет в разы экономить вашу батарею и не будет отправлять разработчикам. И также оперативка не будет задействована на вот эти вот разные настройки на вашем телефоне. И еще бы я хотел бы вам сказать, что есть вот такой вот пункт, здесь полезный, тоже настройка рекламных предпочтений. Его тоже реально лучше отключить. Если он у вас включен, то отключите вот эту вот рекламную персонализацию. Она тоже садит очень сильно батарейку. И, конечно же, ваш телефон быстрее садится. Да-да-да, друзья, именно здесь вот расширенные настройки тоже посмотрите все, поотключайте нафиг. И, в принципе, я думаю, телефон ваш будет дольше работать. Ну, а кто еще остался на видео, тот красавчик, потому что я знаю, самые активные мои пользователи смотрят. Итак, я для вас бонусом еще покажу одну настройку, которая действительно садит очень сильно ваш телефон. Многие о ней тоже не знают. Для этого нужно зайти в настройки на телефоне, найти пункт. У кого-то там может быть на Samsung по одному. Ну, суть в том, что этот пункт называется местоположение у кого-то. У кого-то геолокация, у кого-то еще как-то. Ну, я бы хотел сказать, что нужно будет отключить настройку, которая действительно вообще не работает в наших регионах. Заходим в местоположение, ищем пункт геолокация. И здесь будет история, вот, не-не-не, не здесь. Здесь будет, сейчас, 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 геолокация в экстренных ситуациях. Так вот, она не работает в наших странах, таких как Украина, Россия, Беларусь, Казахстан. Она предназначена для таких стран Евросоюза, в которых эта функция работает, и там активно работает поиск. Если вы потеряетесь, и она у вас все-таки будет включена, вас никто не найдет, потому что она не работает на наши страны. А тем временем она работает, да, потому что она интернет хавает, она садит батарейку, потому что якобы работать, да, должна, по сути, но не работает, не поддерживается сотовыми операторами, потому что от сотовой связи она больше работает. И я бы хотел сказать, что ее 100% нужно отключить для того, чтобы ваша батарейка все-таки была, дольше прожила. Так вот, ну вот такое вот название ролика получился, и вот такие вот полезные настройки мы сегодня с вами сделали. Так что Жору дружно скажем стоп. Вот такой вот лозунг у нас под видео. Я думаю, все-таки видео станет вам максимально полезным. Ну а вы пишите в комментарии, что вы думаете по этому поводу, какие настройки у вас были включены, какие получилось все-таки отключить. До скорого. С вами был, как всегда, Тимоха Лайв. Пока-пока, мои дорогие, любимые подписчики.